Добрый вечер, уважаемые криворожане! Главное за сегодня. Враг уже не просто остановлен по всем направлениям, а уже и отброшен назад. Назад от дальних подступов к городу. Сегодня освобождены еще несколько населенных пунктов Херсонской области. И оккупанты уже не находятся на расстоянии ближе 40 километров от города, а на некоторых направлениях и 60 километров. То есть линия соприкосновения находится уже не на границе с Днепропетровской областью, это уже Херсонская область. Наши военные проявляют настоящую доблесть и наносят врагу серьезный урон. Захвачена еще техника противника, и теперь она также будет работать на нашу оборону. Помните, неделю назад, когда ситуация была очень напряженная, я записал видео, в котором призвал не впадать в апатию или депрессию, постоянно читая негативные новости, потому что на самом деле хороших новостей больше. Просто не о всех мы имеем право рассказывать в онлайн-режиме. Как вы видите, так и есть. Главное, что от стресса первых дней мы сейчас перешли к пониманию того, что врага можно не только остановить, но и бить, и побеждать. Потому что мы на своей земле, и отступать нам некуда. Да, никто и никогда не собирался. В городе обстановка стабильная, вы сами видите, что город живет и работает. Сегодня объехал многие районы, в которых продолжается возведение оборонительных сооружений. Все идет нормально. Еще раз подчеркиваю, это на крайний случай. Наша стратегия держать врага далеко. Также был на вокзале, где вы знаете, что сейчас идет очень большой поток беженцев. В основном это уже не криворожание, это с востока и юга страны, где оккупанты просто уничтожают дома людей. Уже эвакуированы западные области через Кривый Рог, почти 100 тысяч человек. Тоже все нормально, работа с железной дорогой отлажена. И все, кто хочет уехать, имеют такую возможность, имеют хорошее отношение. Есть комната матери и ребенка, есть питание, есть медицина. То есть все хорошо работает там. Большинство криворожан остаются в родном городе. И нам сейчас важно быть вместе. Продолжайте поддерживать своих родных, близких, соседей, тех, кто в этом нуждается. Сейчас даже простое человеческое общение очень важно. Не надо сходить с ума и сидеть постоянно в новостях. Лучше давайте пообщаемся о чем-то хорошем. Это не значит, что во время тревоги по ночам надо петь дома с друзьями караоке. Мне рассказывали о таких случаях. Но общаться важно. Во время тревоги все-таки уходить в укрытие. И важно не верить фейкам. Вот, например, из сегодняшнего. Рассылали в соцсетях сообщения, что кому-то где-то там стало известно, что Арселор будет бомбить с 15.00 до 17.00. Понятно, что бред. Но некоторые же до сих пор этим занимаются. В то же время, еще раз подчеркну, когда звучит реальная тревога через официальные каналы, приложения, которые есть в Телеграм и в других мессенджерах, надо спускаться в укрытие. В целом, еще раз повторю, у нас ситуация стабильная и она контролируется. Также, наверное, неплохая новость. С завтрашнего дня в Кривом Роге и во всей Днепропетровской области становится короче комендантский час. Теперь он действует не с 20.00, а с 21.00, то есть с 9.00 до 6.00 утра. Но при этом по-прежнему прошу все правила соблюдать неукоснительно. Скучной вам ночи, дорогие земляки! Слава Украине! Слава Украине!